Приветствую, уважаемые натуралисты. С вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и ставьте лайки, они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Кто самый страшный зверь в Африке? Лев? Нильский крокодил? Нет, самый страшный зверь на Черном континенте — это большой родственник лошадей. Встречайте бегемота или гиппопотама — парнокопытное млекопитающее из семейства бегемотовых. Единственный современный вид своего рода обитает наш огромный свин только у пресных водоемов и лишь изредка покидает воду. Поведение бегемотов отличается крайней агрессивностью. Кстати, не путайте их с добрыми карликовыми бегемотиками. О них недавно был ролик. Драки самцов, обычных бегемотов часто приводят к плачевному итогу для одного из участников. А случаи нападения бегемотов на людей весьма чисты. Бегемоты являются самыми опасными для голых обезьян животными Африки. От его дурного характера ежегодно гибнет намного больше людей, чем от нападения львов, буйволов или леопардов. А масса этой речной лошадки позволяет ему считаться одним из крупнейших животных Африки. Вес некоторых бегемотов может превышать 4 тонны. Так что гиппопотамы конкурируют с носорогами за второе место по массе после африканских слонов. До недавнего времени самыми близкими родственниками бегемотов считались свиньи. Но великие умы передумали и сейчас считают, что наиболее близкими их предками или родственниками являются киты. А при чем тут лошади? А при том, что слово «гиппопотам» в переводе с латыни означает «речная лошадь». А слово «бегемот» древнееврейское, оно имеет библейское происхождение и означает просто большое животное. В настоящее время бегемот обитает только в Африке к югу от Сахары, хотя в древности он был распространен намного шире. Внешность бегемота весьма впечатляющая. У него массивное бегемоты. Бочкообразное тело на коротких и толстых ножках. Ноги настолько короткие, что брюхо гиппопотама при ходьбе почти касается земли, а пасть бегемота может открываться на все 150 градусов. Самочки меньше самцов всего лишь на 10%. Интересный факт в том, что бегемоты набирают массу всю свою жизнь, поэтому чем они старше, тем крупнее. А еще у бегемота есть уникальные кожные железы, выделяющие в сильную жару особый слизистый секрет красноватого цвета. Поэтому кажется, что бегемот потеет кровавым потом. Этот пот хорошо предохраняет шкуру от солнечных ожогов и обладает дезинфицирующим свойством. Помимо всего прочего, этот пот отпугивает насекомых, коих очень много вблизи водоемов. Кстати, навоз речных лошадок очень сильно влияет на флору и фауну в том месте, где они обитают. С этой проблемой столкнулись в Южной Америке. Да, вы не ослышались, туда их привез в свой личный зоопарк Пабло Эскобара, наркобарон. После его ареста бегемоты убежали и теперь живут припеваючи. Плодятся как не в себя, чем сильно беспокоят местных животинок. Ведь в Америке у них попросту нет естественных врагов. Всего под видов бегемотов насчитывается 5 штук, но ученые не устают спорить на этот счет. Жизнь бегемотов подчинена строгому суточному ритму. Большую часть светлого времени суток гиппопотамы проводят в воде, где спят или дремлют на отмелях, почти погрузившись и выставив верхнюю часть головы и спины. С наступлением темноты они отправляются на кормежку и возвращаются назад только на рассвете. Взрослые самцы, не имеющие гаремов, чаще всего живут в одиночку. Между такими самцами особенно часто возникают драки за территорию. Столкновения бегемотов начинаются с определенного ритуала. Вначале противники долго стоят друг против друга, широко раскрывая пасть и демонстрируя клыки. Драки бегемотов обычно длятся долго — до двух часов, и бывают крайне жестокими. Разъярившиеся гиппопотамы наносят друг другу страшные раны. Причем победитель часто преследует убегающего побежденного соперника, а бегает такая лошадь со скоростью до 30 км в час. Бегемоты, вышедшие на берег, проявляют особую агрессивность. Они не терпят соседства даже своих сородичей и отгоняют всех, кто смеет к ним приблизиться. Нередко гиппопо дерутся со слонами и носорогами. Особые отношения у бегемотов и с крокодилами. Нильские крокодилы и бегемоты, как правило, не конфликтуют друг с другом и иногда даже могут совместно отгонять от их водоема противников. Самочки бегемотов иногда оставляют подросший молодняк с крокодилами для защиты от львов и гиен, а молодые крокодилы намеренно залезают на спины взрослым гиппопотамам. Однако, так происходит не всегда. В некоторых случаях крупные самцы гиппопотамов и самки с маленькими малышами могут вести себя агрессивно и убивать крокодилов. А крокодилы, в свою очередь, потом за это им мстят и поедают их детишек. Кстати, маленьким бегемотикам часто достается и от папаш. Обычно бегемоты держатся небольшими группами по 30 особей, хотя иногда встречаются большие стада до 200 голов. Молодые самцы, оставшиеся без доступа к самочкам, образуют отдельные небольшие холостяцкие стада, ибо самочки тусуются только с деточками, охраняя их от психических папаш и всяких там крокодилов. Кстати, гиппопотамы обладают достаточно развитой системой голосовой коммуникации. У них существуют различные сигналы, выражающие опасность или агрессию. Гиппопотамов традиционно считают травоядными животными, однако в последнее время появились нагадки, что это не совсем так. Есть свидетельства очевидцев о том, как бегемоты ловили и поедали газелей, антилоп и даже домашний скот. Но в большинстве случаев они щеплют травку, причем водную растительность они не едят. Ну и о любви, хотя этот вопрос изучен довольно мало. Начинают хотеть любви гиппопотамы в возрасте от 7 до 15 лет примерно 2 раза в год в феврале и в августе. В стадии больших свинокитов обычно один доминантный самец, который имеет право на копыта и сердце своих жен. Беременность длится обычно 8 месяцев. Детеныш рождается всегда один весом до 50 кг. Первое время мамаша ничего не ест, постоянно находясь рядом с новорожденным. Ждет, пока он окрепнет. Мать остается с детенышем вне стада около 10 дней. Кормит молоком своего дитятку она до 18 месяцев. Бегемоты — один из редких примеров млекопитающих, наряду с китообразными и сиренами, чей детеныш способен сосать молоко под водой. Продолжительность жизни бегемота в дикой природе до 40 лет, а в неволе до 50. В природе у взрослого бегемота мало врагов. Серьезную опасность для него может представлять только лев или нельский крокодил. И то, если бегемот не сильно крупный. В 2006 году Международный союз охраны природы признал статус бегемота уязвимым. Это прежде всего связано с браконьерством. Аборигены добывают бегемотов ради мяса. Огромной угрозой является и разрушение среды обитания, неминуемое при росте населения Африки. Значительную ценность представляют и клыки бегемота, превосходящие по стоимости слоновую кость. В Африке сегодня во многих местах разрешена трофейная охота на гиппопотамов. А как Вы думаете, почему бегемоты стали такими агрессивными? Напишите в комментах. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим Вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю Ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного Вы хотели бы увидеть в следующем видео. И делиться этим видео с друзьями, это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео, там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Спасибо.